Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире итоговый выпуск новостей. И самое время вспомнить, каким уходящий 2019-й был для Барановичей и чем этот год запомнится каждому из нас. На протяжении 12 месяцев мы рассказывали вам о самых значимых событиях нашего города. И сегодня мы напомним вам о 12 событиях, которые стали самыми знаковыми для Барановичей. Первый на Брещене дом с электрической системой отопления появился в Барановичах. Дом интересен тем, что для отопления и подогрева воды жильцы будут использовать только электрическую энергию. Для этого в каждой квартире установлены электрические плиты, индивидуальные электрические котлы и водонагреватели. В декабре 2018-го в Барановичах был сдан в эксплуатацию первый в Брестской области многоквартирный жилой дом с электрической системой отопления. Десятиэтажка на 90 квартир появилась в военном городке на улице Орджоникидзе, 11. Строителям понадобилось всего 5 месяцев, чтобы возвести этот дом. От остальных он отличается отсутствием газовых коммуникаций и тепловых сетей. Жильцы будут использовать для отопления и подогрева воды электроэнергию. Новоселы будут пользоваться электроплитами и водонагревателями. Возведение таких домов связано со строительством в стране атомной электростанции. Особенность этого дома в том, что подогрев воды и отопление будут идти от электроэнергии. Для этого были разработаны тарифы. Учет будет вестись по двум тарифам. Соответственно, установлено на каждую квартиру два электросчетчика. Один на отопление и горячую воду. Второй электросчетчик будет на освещение и остальные электроприборы, находящиеся в квартире. Особенность еще этого поквартирного отопления. Любой жилец может выставить комфортную для себя температуру в любой период времени. Не дожидаться отопительного сезона, а при малейшем похолодании выставлять отопление и пользоваться комфортно своим жильем. В доме будут проживать нуждающиеся семьи. Большая часть жильцов – многодетные пары. Их кредитовали согласно указу президента Беларуси. Стоимость квадратного метра варьируется от 860 до 980 рублей. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги не будут значительно отличаться от домов, оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения. К слову, это не последняя в Барановичах новостройка такого типа. В этом году планируется возведение еще одного такого электродома по соседству. Это будет трехсекционный дом, семь этажей и две секции по пять этажей. Мы осуществляем еще строительство в северном микрорайоне напротив гипермаркета «Корона» на улице Бресской. И в планах еще у нас планы большие в городе Барановича. Незавершенным остался только фасад здания. К его покраске строители приступят в более благоприятную погоду. Система образования Барановичей признана лучшей в Бресской области. Такое решение принято на коллегии Главного управления по образованию Бресского облсполкома. Профильному ведомству горосполкома вручен сертификат на поставку компьютерного класса. Система образования Барановичей признана лучшей на Бресщине. Такое решение прозвучало на коллегии Главного управления по образованию Бресского облсполкома. На ней были подведены итоги работы за прошедший год. Основными критериями оценки стали качество обучения, показатели безопасности и здоровья учащихся, организация дополнительной занятости детей, профориентационная и допрофессиональная подготовка школьников. По итогам работы за 2018 год профильное управление горосполкома удостойно первого места и сертификаты на поставку компьютерного класса. Как отметила начальник управления по образованию Татьяна Шестак, достигнутый успех – это итог трудов педагогов и учащихся, результат поддержки родителей. Слова благодарности прозвучали в адрес администрации учреждений общего среднего образования и сотрудников городского учебно-методического кабинета, которые поддерживали начинания и интересы учащихся. В настоящее время неизвестно, какое учебное заведение получит новенький компьютерный класс. Этот вопрос находится на рассмотрении. Ясно одно – класс достанется тому образовательному учреждению, которое достойно показало себя в олимпиадном движении, научно-практических конференциях и спортивных состязаниях. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 марта совершил рабочую поездку в Брестскую область. Глава государства посетил Барановичский регион, где встретился с активом района и города. Белорусский лидер отметил, что Барановичский район – один из крупнейших на Брещене, поэтому к нему особое внимание. Барановичи – один из 11 городов Беларуси, в которых за последние два года нужно обеспечить ускоренное социальное развитие. Развивать экономику регионов и на этой основе решать социальные вопросы, сократив до минимума разрыв в качестве жизни людей. Такую задачу поставил Александр Лукашенко на встрече с активом города и района. Президент видит большой экономический потенциал в сельскохозяйственной отрасли. Нужно анализировать рынки и ориентироваться на наиболее востребованные виды продукции. Изменения в климате дают возможность возделывать и некоторые нетрадиционные культуры, отметил белорусский лидер. Приезд в Барановичи – это продолжение работы, которая началась в Оршанском районе. Уважаемый Александр Григорович, за три года пятилетки городом выполнены все показатели. За исключением задания по строительно-монтажным работам и поступлениям по прямым иностранным инвестициям. По строительно-монтажным работам видим, что пятилетка будет выполнена. Что касается прямых иностранных инвестиций на чистой основе, считаем, что, конечно, мы тут не дорабатываем. И поэтому основной упор делаем на их привлечение до конца пятилетки. Вместе с тем хочу доложить, что за три года привлечено 13,8 миллиона долларов, в том числе на чистой основе 6,8 миллиона долларов. Это китайские инвестиции в организацию услуг по сборке электровозов, немецкие – производство углеродных материалов, датские – в строительство агропромышленного предприятия, литовские – в деревообработку, российские – в переработку сельхозпродукции. В текущем году будут привлечены инвестиции из Великобритании и Германии на сумму 6 миллионов евро. Еще по четырем проектам ведутся переговоры. За прошлый год средняя заработная плата по городу составила 834 рубля, за декабрь – 978. Более 50% занятых в экономике в декабре получили заработную плату выше – 1 тысячи рублей. Но для нашего города, конечно, этот уровень недостаточен. И эту задачу мы будем решать совместно с руководителями предприятий и профильных министерств. На рынке труда ситуация стабильная. Наибольшее количество новых рабочих мест создается в предпринимательстве. Поэтому следующее важное направление нашей работы в этом сегменте, так как почти четверть от занятых в экономике занято в этой сфере. На территории города сформировано 23 индустриальные площадки. 16 уже освоены. И на них начинают деятельность 11 предприятий. До 2020 года на базе этих предприятий будет обеспечен выпуск свыше 10 миллионов рублей. Знаю, что в Барановичах президент Беларуси к месту его встречи с активом района и города пришло немало местных жителей. Каждый хотел задать вопрос и услышать ответы из первых уст. Белорусский лидер отметил, что до своего приезда в Брестский регион он поручил провести социологические исследования, которые показали, что людей больше всего волнует рост стоимости товаров и услуг, рабочие места и размер заработной платы и пенсии. Мы посмотрели ваши жалобы все и на первом месте цены, рост цены. Мы в ближайшее время предпримем еще одну такую диверсионную атаку на подобных людей. Председатель комитета государственного контроля предлагает возродить народный контроль. Профсоюзам я поручал, чтобы они смотрели за ценами и информировали нас. Сейчас мы посмотрим, кто тут у нас начинает шалить с этими ценами, потому что нет оснований для роста цен. Мы договорились, что вот этот и следующий год в Барановичах и Барановичский район в целом средняя зарплата должна быть за 1000 рублей стабильна. К первому сентября мне пообещали будущего года. Сразу не рванет. Она в этом году пенсионерам повысит, нет? Два раза. Но понемножку. Понемножку. Ну ладно, хоть починьте. Почему? Если бы мы, конечно, экономика наша работала мощнее, было бы больше. Но вы же понимаете, что все мы будем пенсионерами. Все. Вот молодыми мы уже не будем. А пенсионерами будем, поэтому надо немножко пенсионеров поддерживать. Но наши еще пенсионеры, знаете, белорусские, они деньги говорят, вот не хватает на то. А детям что-то там в кулачок карман положат. Внукам. Сами не доедят. Да, да, да. Это вот и же. Нет, а вы их заставляете работать. Александр Лукашенко во время рабочей поездки осмотрел и лыжероллерную трассу в агрогородке «Мир». Белорусский лидер решил лично узнать о проблемах с экипировкой и понаблюдать за тренировкой молодых биатлонистов. Президенту показали место занятий юношей и девушек и инвентарь, имеющийся на вооружении, в том числе белорусского производства. Глава государства еще раз акцентировал внимание на выпуск качественных отечественных ботинок, лыж и лыжных палок. Александр Лукашенко отметил, что в целом ситуация в регионе доволен и намерен еще раз посетить Барановичи в начале второго полугодия. Парк семейных деревьев открылся 19 апреля в микрорайоне Боровки. Пары, имеющие различный стаж, совместные жизни, многодетные семьи и новобрачные, высадили более 20 пирамидальных дубов. Создание нового сквера – еще один этап по озеленению Барановичей. Первые фамильные пирамидальные дубы в новом парке семейных деревьев Барановичей посадили председателя госполкома Юрий Громаковский с супругой Людмилой и глава Гурсовета депутатов Григорий Кособутский с женой Светланой. Затем к акции присоединились золотые юбиляры, многодетные родители и молодожены. Торжественная церемония закладки сквера состоялась 19 апреля в микрорайоне Барановки. Этот район города выбран не случайно. Здесь проживают много молодых и многодетных семей. Высаженные деревья станут символом семейственности, талисманом любви и счастья. Закладка парка такого, наверное, не только вклад в озеленение города, но и очередной шаг на пути укрепления традиций семейных. Мы взрослые должны понимать в первую очередь, что зависит воспитание деток от нас, потому что счастливые детки, они могут расти и воспитываться только в счастливых семьях. И, конечно же, хотелось бы, чтобы в нашем городе было как можно больше семей, отношений в которых и отношения к воспитанию детей основываются на общечеловеческих ценностях. Главным символом парка стало металлическое дерево, выполненное мастером Николаем Трояновичем. Финансовую помощь в изготовлении арт-объекта оказал 558-й авиационный ремонтный завод. Оно призвано оберегать сквер. Одними из первых посадили молодые деревца Елена и Андрей Булавины с тремя дочерьми. Победители городского конкурса «Лучшая многодетная семья-2018». Дружные компании с задачей они справились очень быстро. Мероприятие, я считаю, что просто замечательное. Во-первых, это подчеркивается важность семей. И мы безумно рады участвовать в этом мероприятии, в заложении парка. И то, что будет у нас свое собственное дерево, это чудесно. На будущее, я думаю, что это дерево будет как память о нашей семье. Там спустя какие-то годы, может быть, наши потомки придут к этому дереву. И вообще замечательно этот парк. Мне кажется, он украсит вот этот молодой микрорайон. Переехали прошлым летом в этот микрорайон, заселились. И, знаете, из окна детской комнаты виден этот парк. Вот, поэтому и мы, думаю, что мы будем всей семьей часто, довольно часто приходить в этот парк и навещать свои деревцы. Иван и Юлия Петроченко сразу из ЗАГСа приехали на закладку сквера в Боровках. Для молодожен это знаковое событие, которое им запомнится на долгие годы. Их деревце будет расти и крепнуть вместе с их семьей. Ну, с момента нашего знакомства прошло уже три с половиной года. И мы к этому шли долго. Я думал, думал, думал. Ну, и вот тем летом я придумал, что пора уже становиться на ноги, заводить собственную семью. Сделал своей девушке туда предложение. Сегодня мы расписались в Барановичском ЗАГСе. Приехали сюда, посадили дерево. Это дерево будет символизироваться, как день нашей свадьбы. В дальнейшем нашей счастливой семейной жизни. Всего семьи горожан высадили более 20 саженцев дубов. В этом парке посадить фамильное дерево по случаю бракосочетания, рождения ребенка, годовщины совместной семейной жизни смогут еще десятки супругов, которые будут навещать символ уюта и домашнего очага. У каждого саженца появятся именные таблички. Инициатива республиканского проекта «Парк семейных деревьев» принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Плавающий фонтан запустили на Светиловском озере. Праздник собрал сотни горожан. Необычный для города и Беларуси объект оснащен светодиодной подсветкой. Конструкция состоит из 19 струй. Высота центральной достигает 15 метров. На Светиловском озере открыли плавающий световой фонтан. Это событие барановичане встретили ликованием. Многие снимали происходящее на свои гаджеты. К началу мероприятия почти вся набережная была заполнена людьми. Большинство горожан пришли с детьми. Перед торжественным запуском первой в городе и единственной в Беларуси такой конструкции состоялся семейный праздник. Музыка, танцы и конкурсы сопровождали этот весенний вечер. После полуторачасовой развлекательной программы присутствующие стали свидетелями запуска водного фейерверка. В 21.30 ввысь устремились 19 струй и разрезали воздух пополам. Объект представляет собой плавающий остров в озере. Его центральная струя направлена строго вверх на высоту 15 метров, а боковые в форме лотоса распыляются на 6-7 метров. Брызги постоянно меняют свой цвет, сверкая разными огнями. Завершило мероприятие огненное шоу. Напомним, инициатором плавающего фонтана выступил водоканал. Включаться конструкция будет автоматически за 15 минут до заката. В зимний период ее будут убирать с озера. В городском исполнительном комитете подписан протокол о намерениях об установлении побратимских отношений между нашим городом и китайским Шиянем. По документам свои подписи поставили председатель Юрий Громаковский и вице-мэр народного правительства города Шиянь Уе. Сегодня в Барановичах заключен меморандум о намерениях установления побратимских отношений между нашим городом и китайским Шиянь провинцией Хубей. Делегацию во главе с вице-мэром народного правительства Шиянь Уе встретили с белорусским радушием и гостеприимством. Стороны согласны совместно продвигать дружественные и торгово-экономические связи, сотрудничать в сферах образования, культуры, спорта и других. В целом, Барановичи укрепляют сотрудничество с Китаем. Ежегодно экспорт товаров в Поднебесную увеличивается примерно на 20%. Всего у Барановичей 24 города побратима, в том числе один из Китая – Чиби. Также подписано соглашение о намерениях установления партнерских отношений с Ичаном. В октябре 2018 года было заключено соглашение о сотрудничестве между Барановичским госуниверситетом и Сычуанским технологическим колледжем. Кроме этого, в микрорайоне Боровки построен многоквартирный жилой дом с технической помощью КНР в рамках реализации проекта строительства социального жилья. Приятный бонус ждет барановичских школьников-поклонников Поднебесной империи в новом учебном году. 1 сентября в средней школе номер 7 у ребят появится возможность изучать китайский язык. Общаться с учениками будет носитель языка. В конце встречи иностранные гости познакомили присутствующих со своим городом, который является крупнейшим автомобилестроительным, медицинским, торговым и культурным центром, транспортным узлом, центральным городом, экокультурного туризма на Саббате провинции Хубей, где проживает 3,5 миллиона человек. Барановичский государственный университет отметил свое 15-летие. За это время Баргу по праву стал региональным комплексом непрерывного образования по подготовке высококвалифицированных специалистов, центром научно-инновационной, международной и культурно-общественной деятельности Барановического региона. Учреждение образования Барановичский государственный университет – это яркий пример образовательной организации регионального вектора развития. Свою историю он берет с 2004 года. Перед университетом главой государства была поставлена задача стать интеллектуальным и духовным центром региона по привлечению талантливой молодежи к многопрофильной подготовке специалистов для отраслей народного хозяйства и социальной сферы. На протяжении 15 лет университет развивается под руководством ректора доктора наук профессора Василия Ивановича Кочурка. Благодаря его высокой квалификации в организационно-управленческой, финансово-хозяйственной, научно-методической и научно-исследовательской деятельности за столь непродолжительный период коллективу Баргу удалось достичь хороших результатов, сформировать имидж Барановического государственного университета и достойно конкурировать с учреждениями высшего образования республики. Я хочу высказать всем большое спасибо за поддержку, потому что если бы не было поддержки от областных и районных органов управления, конечно, наш бы университет таких показателей не достиг. Думаю, что мы дальше останавливаться на этом не будем, а будем идти вперед, открывать те специальности, которые требует производство, требует страна. Сегодня Баргу – это региональный комплекс непрерывного образования по подготовке высококвалифицированных специалистов, Центр научно-инновационной, международной и культурно-общественной деятельности Барановического региона, в котором эффективно функционируют 5 факультетов, 18 кафедр, аспирантура, Институт повышения квалификации и переподготовки, обособленное структурное подразделение, Ляховичский государственный аграрный колледж. Университет осуществляет многопрофильную подготовку специалистов по 25 специальностям высшего образования. Ежегодно обновляются специальности подготовки. За 15 лет было открыто 19 новых специальностей, за последние 5 лет – 7. Большое внимание уделяется внедрению инновационных образовательных технологий. В числе первых в Баргу открыта дистанционная форма обучения, представляющая интеграцию традиционного заочного образования с аудиторной учебой, работой и дистанционного взаимодействия в виртуальной аудитории через видео и аудиоконференции, чаты, онлайн и оффлайн занятия, скайп, консультации и другое. Университет аккредитован в качестве научной организации. Научно-инновационная деятельность осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и техники, сфокусирована на выполнении фундаментальных и прикладных исследований, ориентированных на решение актуальных задач социально-экономического развития республики. В основе международной деятельности лежит реализация договоров о сотрудничестве и поиск новых партнерских связей. Баргу является активным субъектом международного образовательного пространства, где ежегодно обучается более 400 иностранных граждан из 12 стран. Как отметили многие из гостей, приглашенных на торжественное мероприятие, приуроченное 15-летию Барановичского университета, 15 лет – это хороший период, чтобы осмыслить предыдущие три пятилетки и, основываясь на хорошем опыте, уверенно идти дальше. 15 лет. Сегодня много говорили, что это очень маленький возраст. Но для нашего университета это большой путь, который мы проделали вместе с коллективом. Это тот путь, благодаря которому, как сегодня правильно отметило Министерство образования, нас знают не только в Республике Беларусь, но и за его пределами. Можно с уверенностью отметить, что город гордится своим университетом. Накопленный опыт и инновационное мышление коллектива позволят открывать новое направление развития университета как образовательно-научно-инновационного центра Барановичского региона. Наш город неизменно меняет свой облик, становится красивым и благоустроенным. Каждый день мы можем наблюдать, как все больше и больше благоустраиваются дороги и улицы. Очередным подарком для всех горожан стало создание в военном городке аллеи авиаторов. Торжественная церемония, открытие которой состоялось в День независимости. С каждым годом наш город Барановичи расширяется, изменяет свой облик, становится красивым, благоустроенным, радует глаз, что способствует хорошему настроению и делает нашу жизнь комфортнее. Замечательным подарком для горожан к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков стала аллея авиаторов, открытие которой состоялось в День независимости. Как отметил глава города, создание таких достопримечательностей является важным моментом в жизни города, ведь это не просто памятное место, но и еще один красивый зеленый уголок, созданный в рамках благоустройства озеленения своей малой родины, на что неоднократно обращал внимание президент нашей страны. Год малой родины наш президент Александр Григорьевич Лукашенко не раз уделял внимание и говорил о том, что надо создавать комфортные условия для жизни в небольших городах, для жизни людей. Надо благоустраивать города, надо озеленять их. Аллея авиаторов создана на месте существующей зеленой зоны. Старая дорожка была расширена, покрытие заменено на новую бетонную мелкоштучную плитку. Благоустроены пешеходные связи на том месте, где были протоптаны грунтовые дорожки. Разбитые газоны выполнен текущий уход с формовочной обрезкой крон многолетних зеленых насаждений. Установлены оригинальные светильники. Сегодня вот это материализация той задумки, которая была у ветеранов дальней авиации и у студентов Барановичского государственного университета, которые они озвучили во время нашей встречи в стенах Барановичского государственного университета. И вот было принято решение. И сегодня такой замечательный объект появился в военном городке на карте нашего города. Задумка аллеи принадлежит ветеранам дальней авиации и студентам Баргу. Эта замечательная идея была озвучена студентами университета на встрече с председателем Барановичского госполкома Юрием Громаковским и поддержана им. Как пообещал глава города, торжественное открытие состоялось в День независимости. Стоит обратить внимание, что благодаря взаимодействию авторов идеи, работников городских служб и представителей общественных объединений, воплощавших идею в жизнь, на стойках светильников расположились модели самолетов, изготовленные из металла. Любоваться красотой нового арт-проекта мы можем благодаря мастерству художника-кузнеца Николая Трояновича при финансовой поддержке 558-го авиационного ремонтного завода и служб организаций предприятий города. При включении фонарей тень от моделей самолетов будет проецироваться на пешеходную часть аллеи. Все благоустройство аллеи выполнено за счет городского бюджета. Кстати, на строительство этой аллеи принимал участие первый строительный студенческий отряд 2019 года «Базис», созданный первичной организацией Барсэм Барановического университета. Провессия авиатора по праву считается одной из самых престижных и в то же время ответственных. Требует высочайшей квалификации и самоотдачи, безупречной выдержки и дисциплины, умения мгновенно находить решения в самых сложных ситуациях. Аллея авиаторов является собой благодарность крылатым защитникам нашего отечества, чьи боевые машины всегда готовы отразить любую атаку. За последние годы Боровки превратились во вполне комфортный микрорайон. Здесь есть множество объектов сферы услуг. Основная проблема – дефицит мест в детских садах, но все это решается, пусть и небыстрыми темпами. В сентябре в Боровках торжественно открыли дошкольное учреждение с бассейном. Оно рассчитано на 240 мест. Уютные спальные и игровые комнаты, музыкальные и спортивные залы, кабинет психолога и дефектолога. В Барановичах в микрорайоне Боровки открыли новый детский сад номер 10. 240 мальчиков и девочек отметили новоселье в компанию руководства области и города, строителей и родителей. В нашей области много рождается детей, если брать, то демографическая ситуация, она хоть немножко и приостановила рост, но она не самая плохая, одна из лучших в республике, не сравнивая с городом Минском. То, что вкладываются деньги в наших детей, это, я считаю, очень правильно, так как это деньги в наше будущее, в развитие инвестиций, в развитие города, области и в целом нашей страны. В подарок губернатор вручил сертификат на приобретение музыкального центра. Напомним, трехэтажное здание начали возводить в августе 2018 года. Подрядчиком выступил строительный трест номер 25. Символический ключ от дверей дошкольного учреждения из рук генерального директора строительства номер 25 приняла заведующая детским садом Оксана Королик. Должность руководителя ей принимать не впервой. Женщина возглавляла сперва Яслисад номер 23, затем Яслисад номер 56. Педагоги – это люди с высшим образованием, технический персонал тоже укомплектован. Вообще штат составляет 73 человека, на сегодняшний момент он есть. Перерезав традиционную красную ленту, гости вошли внутрь. В новом детском саду сформировано 13 групп. Для воспитанников созданы все необходимые условия. На первом этаже будут заниматься малыши от двух до трех лет. Там находится бассейн, пищеблок, зимний сад, прачечный и медицинский блок. На втором и третьем этажах – группы для ребят старшего возраста, кабинеты дополнительного образования, компьютерный класс и другие помещения. Все уличные площадки оборудованы малыми архитектурными формами. Учреждение не только красивое и комфортное, но и безопасное. Причем последнему уделили особое внимание. Сад оснащен системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, противопожарной сигнализацией и молнией. Дальше, безусловно, мы будем смотреть, с учетом того, что много желающих, поэтому еще будем смотреть где-то, но очень осторожно, увеличивать количество. Я думаю, что еще где-то 50-60 деток мы дополнительно в течение года в этот садик сможем принять. Областному бюджету обошелся этот объект порядка 8 миллионов рублей. Безусловно, конечно, хотелось бы сегодня от имени жителей всех микрорайонов Боровки и жителей города поблагодарить. И Брестский областной исполнительный комитет, и председателя области полкома Анатолия Васильевича Лисова за такой замечательный объект. В скором времени в самом молодом микрорайоне города планируют начать строительство средней школы, где смогут обучаться более 1 тысячи детей. Новое здание суда торжественно открыли в Барановичах. Оно расположено на улице Пролетарская, 30. Работа проделана значительно, и внутри на всех четырех этажах сделана отделком. Проведены сантехнические работы, заменена кровля. Предусмотрено три подъемника для людей с ограниченными возможностями. К зданию проложена коммуникация, делан фасад с подсветкой. Благоустроена территория, асфальтовые дорожки, паркинг для работников суда и для посетителей. В Барановичах по адресу улица Пролетарская, 30, открылось новое здание суда района и города. Разместилось оно в бывшем корпусе Барановичского государственного университета. В торжественном открытии объекта участвовали председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Верховного суда Валентин Сукало, председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис. Будьте счастливы и спасибо за ваш ответственный, за ваш честный и добросовестный труд. С новосельем, с праздником! Ремонтом четырехэтажного здания, который начался в январе текущего года, занималась ОАО «Полесье жилстрой». На эти цели израсходовано порядка 7 миллионов рублей. Реконструкция выполнена за счет Верховного суда. Под ключ сданы обновленные помещения с самым современным технологическим оборудованием, которое рассчитано взглядом на перспективу. Четвертое здание в этом году вводим подобного рода и масштаба. И нам, когда мы проектируем такие здания, нам очень важно, чтобы они соответствовали не только сегодняшнему дню, но и завтрашнему дню. Что это означает? То, что правосудие завтрашнего дня, это правосудие уже в большей степени электронное. Это правосудие с цифровизацией самого процесса. Поэтому все наши залы, кабинеты, все помещения адаптированы к проблемам завтрашнего дня. То есть по существу мы можем в режиме онлайн наблюдать все, что происходит сегодня здесь, в этом здании. В зале судебного заседания прямо из Минска. Все процессы автоматически записываются на аудио и видео. Записи хранятся, поэтому не нужно протокола судебного заседания. Помимо современных технологий, новое здание значительно расширило функционал. Так появилось 13 залов заседаний, раньше их было 4. Кроме этого, в прошлое ушли клетки с решетками. Обвиняемые будут находиться в прозрачных стеклянных камерах. Многое сделано и для людей с ограниченными возможностями. Три специальных подъемника, лифт и санузлы. Когда человек приходит в это здание, он тоже должен понимать, что у нас в стране сильная власть и в том числе и судебная власть. Не обошлось и без подарков. От руководства Верховного суда Барановичский суд получил автомобиль. От Брестского облсполкома ноутбук. В нашем городе на улице Свердлова, 23, открыли новый детский дом семейного типа. Родители воспитывают семерых детей. Новоселами стали супруги Багнюк. С мамой и папой. Большое новоселье в Барановичах. Здесь открыли пятый детский дом семейного типа. Жильцами двухэтажки по улице Свердлова, 23, стала многодетная семья Александра и Оксаны Багнюк. Родители воспитателей сейчас ожидают комфорт для семерых детей. Самому старшему 14 лет, а младшей нет еще и двух. Сведения у супругов трое родных детей. Сыновья трудятся в Минске, а пятилетняя особенная дочь посещает дошкольный центр развития ребенка. Здесь условия, как говорится, можно и 10 деток взять, и 11. А дома я могу только 2-3. Большим детям сделать доброе дело, помочь. Дети очень хорошие. Кто-то в садик у нас ходит, в садики всех хвалят. Кто-то в школу ходит, все стараются, все дома помогают. Кто-то посуду, и ты, конечно, кто посуду помоет. Кто-то даже малышей где-то посмотрит. Все учатся быть одной большой семьей. Поздравили новоселов и многочисленные гости. Представители местной власти, депутатского корпуса, руководители различных предприятий и учреждений, творческие коллективы. Символичный золотой ключ выручили хозяевам специалисты стройтреста номер 25. Работники именно этой организации трудились над реализацией проекта. Комфортабельный, современный, оснащенный всем необходимым коттедж, они возвели в кратчайшие сроки. На благоустроенной территории расположен гараж, игровая площадка для мальчиков и девочек. На заднем дворике – большая терраса. Но важнее всего, что дети будут окружены родительским теплом и вниманием. Ну а какой праздник без подарков? Так от городской власти семья получила ноутбук от профсоюза, денежные сертификаты и сладости для ребят. Если говорить по городу, то у нас 248 деток, которые находятся сегодня без попечения родителей. И фактически все они проживают 44 в приемных семьях, значит, 159 в опекунских семьях, ну и в домах семейного типа нашего воспитывается на сегодняшний день 35 деток. Сегодня хотелось бы новоселов, безусловно, поздравить и пожелать, чтобы под кровом этого дома царили только взаимоуважение, уют, домашнее тепло. Настоятель прихода храма благоверного Александра Невского, отец Виталий, преподнес семье образ спасителя и набор духовной литературы. Вам, ребята, многим на аппаратическую семью из вас, можно сказать, предоставлен очень серьезный шанс, которым я рекомендую, чтобы вы воспользовались. Желаю вам Божьей помощи и послушания, потому что вашим родителям будет не так просто, вас много, поэтому помните о том, дорогие ребята, что послушание, как в Священном Писании строкового выражения, даже выше поста и молитвам. А дорогим родителям желаю, конечно, крепости духа. На возведение двухэтажки затрачено почти 320 тысяч рублей. Две трети этой суммы выделено из республиканского бюджета, треть – из областного. И на оснащение объекта затрачено почти 30 тысяч рублей из областной и городской казны. В Брестской области в 2020 году планируют построить еще четыре детских дома семейного типа. 2019 год стал весьма значимым для нашего города в плане благоустройства и ремонта дорог. Наверняка это смог почувствовать любой житель или гость нашего города. Дорожные работы проходили во всех частях нашего города, и все это благодаря поручению главы нашего государства. Барановичи – одна большая семья. Вместе мы весь год трудились, благоустраивали дворы, ремонтировали дороги, строили социально важные объекты. Однозначно можно сказать одно – наш город меняется, и меняется только в лучшую сторону. Это несложно не заметить. Город становится красивее и комфортнее. 2019 год оказался богатым в плане преображения уличной дорожной сети. Конечно, все это произошло благодаря целенаправленной работе руководства города. Сигналом к масштабной реконструкции послужил визит в Барановичский регион президента Беларуси Александра Лукашенко в марте текущего года. Белорусский лидер ознакомился с благоустройством и отметил, что качество дорожного полотна должно соответствовать современным требованиям и потребовал в течение двух лет привести в порядок дороги в Барановичах и районе. Так, из местной казны было выделено 7 миллионов 600 тысяч рублей, что вдвое больше, чем в предыдущем. Специальным указом президента выделено дополнительно 7 миллионов рублей для ремонта уличной дорожной сети. Преображение началось с улицы Фроленкова, когда в апреле дорожники по просьбам жителей города на участке дороги от нефти базы до кладбища залатали ямы, а затем полностью заасфальтировали проезжую часть. Работы по Фроленкову будут продолжены и в следующем году. К сведению, уже отремонтирован 31 километр дорожного полотна. В том числе специалисты предприятия Барановича Ремстрой проложили 700 метров абсолютно нового покрытия. Двухполосная дорога связала восточный поселок Счурилина. Улица помогла разгрузить путепровод на время его реконструкции. Стоит отметить, что в октябре мостостроители открыли для автомобильного и пешеходного движения обновленную полосу путепровода на улице Ленина. Движение пока что однополосное. Со стороны стадиона автомобили едут по новой полосе, а со стороны улицы Тельмана – по старой. Сейчас специалисты занимаются капитальным ремонтом левой полосы. Финансируется объект из областного и городского бюджетов. Весомым подарком для жителей и гостей города стала и кольцевая развязка на перекрестке улиц Слонимское шоссе и Бодака. Диаметр кольца составил 25 метров. Преображаются улицы и во многих районах индивидуальной застройки. С начала года было отсыпано гравием и отходами бетона 36 километров 800 метров улиц. Отремонтировано 9,5 километров тротуаров. Работа ведется не только на интенсивных артериях. Завершено асфальтирование третьего переука Величковского и Безымянного проезда. Цивилизованный вид приобрела и улица Шевченко. В будущем году будут определены улицы с наибольшим износом для последующего ремонта. В настоящий момент известно, что в 2020-м планируется ремонт улицы Домашевичской от Шевченко до Разводовской. Это 660 метров. Таким был уходящий 2019 год. Кто-то возлагал на него большие надежды, а у кого-то, возможно, сбылась мечта всей жизни. Он был разным и, пожалуй, от того столь насыщенным. На протяжении всего года мы были вместе с вами, делились важными событиями, вместе удивлялись и радовались. И какую бы новость мы для вас не готовили, мы всегда старались сделать для вас ее интересной и полезной. И сегодня мы вместе вспомнили, чем запомнился нам этот год. А впереди у нас новый 2020-й, который наверняка принесет нам еще больше интересных и важных событий. Поздравляем жителей города с Новым годом! Пусть он будет лучше, чем предыдущий, а новости, о которых мы, как всегда, будем ежедневно рассказывать, порадуют всех нас. С Новым годом!